Всем привет! Вы на канале Курильский Бобтейл The Royal Clinks. Сегодня мы поговорим о плюсах и минусах Курильских Бобтейлов. Не буду долго затягивать сначала. Поехали! Иногда минусы можно отнести к плюсам, но это самостоятельный выбор человека. Мы начнем с плюсов. Ну и первое. Курильские Бобтейлы не агрессивны. Как уже не раз говорилось, Курильский Бобтейл никогда не укусит и не поцарапает. И об этом можно говорить достаточно много, но это действительно так. Не зря эту породу называют породой для детей. Если вы посмотрите на руки заводчика, царапины, если они есть, как правило, только бытовые или от садовых растений. Малины, розы, ну или одним словом, у тех, у которых есть колючки или шипы. Вот именно за это я их очень, очень-очень-очень-очень-очень люблю. И вообще, они в себя влюбляют и безгранично любят, любят и любят. Второе. Легко переносит приезд. Курильский Бобтейл, как правило, тихо, без всяких звуков и шумов переносит в свою поездку. Они не очень любят сидеть в переноске, но с удовольствием будут сидеть на руках или рядом, на плечах, спереди машины, на торпеде, или на задней полке, так званая консоль машины. Третье. Легко адаптируется к новому дому. Курильский Бобтейл, когда переезжает в новый дом, независимо это котенок, кошка, кот, любого возраста, они легко адаптируются к новому дому. Очень смело осматривая территорию, как будто они и не переезжали. Вот всю жизнь жили там. Но очень важно, чтобы хозяин или кто-то из домашних не спугнул, не обидел животное, потому что оно чувствует отношение к нему. Четвертое. Легко адаптируется к новым командам. Поскольку курильский Бобтейл с характером собаки, он легко адаптируется к новым командам. И независимо от того, какие условные рефлексы были закреплены в старом доме, он легко и с удовольствием исполнит новые условные рефлексы и требования своего хозяина. Пятое. Подстраиваться под человеком. Бобтейлам присуще подстраиваться под человека, под темперамент, темп жизни, характер, режим дня. Они будут вместе с вами ложиться спать, когда вам это удобно, и вместе вставать. И если у вас не зазвонит будильник, если это в будний день, например, они вас разбудят. Но если вам нужно продолжать сон, например, выходной, Бобтейл никогда вас не разбудит в неназначенное время. Науке неизвестно, как им это удается делать. Хочу поделиться с вами случаем из своей личной жизни. Когда-то в шутку попросила вечером кошку разбудить меня утром. И как вы думаете, разбудила ли она меня? В то утро как раз не прозвонил будильник. Но зная, когда я встаю в школу, кошка ласково подошла ко мне, начала ласкаться и вылизывать. Действительно, она меня в тот момент разбудила и спасла, чтобы я не опоздала в школу. Большое спасибо Алисе. Это был первый пример. Но второй. Кошка Голд Резерв Марго. Был у меня случай, но уже когда прозвонил будильник, но мне очень было сложно вставать в школу. И тогда утром зимним, если я не ошибаюсь, она ко мне подошла, начала ластиться и вылизывать. Это настолько приятно. Это такое чудо. Даже если вы не выпили чашечку кофе с утра, то ваше утро поднимется в рейтинг лучших. Это просто чудо. Спасибо. Голд Резерв Марго. Шестое. Бабтейлы не навязчивые. Бабтейлы не привлекают к себе много внимания. Это можно представить в наше время, если человек работает дистанционно или занят какими-то своими джетейскими делами. Бабтейл никогда не будет ему мешать, но при этом он всегда будет находиться рядом. В любом направлении ваших апартаментов. Например, если вы пойдете в ванную комнату делать свои утренние процедуры или пойдете на кухню готовить себе завтрак, он будет всегда рядом. Но если вы пойдете в почтовый ящик проверить почту, или пойдете в ближайший магазин за хлебом, или уедете на неделю, потому что уехали в командировку. Бабтейл будет ждать у порога, и когда вы переступите его, он будет встречать вас, как будто он не видел вас целую вечность. Наконец-то мой любимый хозяин вернулся. Мой любимый. Как я тебя давно ждал. Вселенная услышала меня. Ну, приблизительно так. Седьмое. Выполняет житейские дела вместе с вами. Бабтейлы очень любят помогать своему хозяину. Если это, например, уборка дома. А если она еще с водой, они к ней неравнодушны, и будут с ней играть с любопытством. Если вы, конечно, позволите. А на шмобру они реагируют, как на игрушку. Поймалка, хваталка, игралка, догонялка, кусалка. Ему весело, и вам диковинку. Восьмое. Бабтейлы очень послушные. Говоришь им строго. Нельзя. И все понимают. Девятое. Нету аллергии. В природе у хищника, чтобы поймать добычу, не должно быть запаха, чтобы жертва не учуяла его раньше времени. Точно так же Бабтейл не выделяет фигуретов и ферментов железа. Она содержится в ротовой полости. Многие об этом не знали и думали, что аллергия на шерсть. Но, по самом деле, все иначе. И вы можете сами в этом убедиться лично. Мы подошли к минусам. Минусов практически нет, но все же. Один из таких минусов – к ним очень привязываешься. Например, когда уезжаешь в отпуск, ты не можешь забыть о своем котике. И думаешь, ну как он там? Ну как? Ты очень за ними скучаешь. Интересно то, что после этой породы ты никого не хочешь заводить из котов, кроме них. Бывает даже так, что вместо одного Бабтейла хочется завести еще парочку. И насчет них есть такая поговорка «Бабтейлов много не бывает». Ну и это действительно так. Это правда. Все хорошее когда-то кончается. Вот и незаметно наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то пожелания насчет того, какие нам снять еще выпуски, пишите в комментариях, мы ваши пожелания прочитаем. Вам спасибо за внимание. Всем хорошего времени суток и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!